здравствуй дамы и господа в этом сезоне я себе приобрел новую тачку вот на красавица стоит поскольку это тачка вышла из строя полностью этом колесо уже раздолбана хлам и проживела корыто но вообще я бы хотел поделиться своим опытом в выборе тачки почему именно такой выбрал ну поскольку уже третий год мы возим вот этой вот садовой тачкой да это садовая тачка но тем не менее на на свои все триста процентов отработала она не предназначена была для перевозки таких грузов но тем не менее его значит спустя три года выработался уже какой-то комплекс что ли нужных элементов в тачке для тачки которая желательно чтобы они присутствовали итак ну что первое чем можно разделить тачки это по количеству колес одно колесо два колеса которые стоят рядом и два колеса которые чуть дальше друг от друга стоят и они в основном находятся в середине корыто что значит последнего тачка которых колеса посредине емкости находятся они удобны просто изумительные для перевозки грузов по асфальту по ровной поверхности где вы можете нагрузить целую гору этой тачки она удобна тем что ты можешь равновесие отрегулировать тачки и фактически руками не напрягаешься держа весь этот груз а усилия все тратится лишь на ее толкание ну это еще раз говорю эти тачки удобны лишь по ровной дороге малейшие кочки вот как здесь колдобина если целина какая-то то даже можно не думать о такой тачке это будет полная жопа потом следующие тачки это тачки которых похоже вот таким вот способом только два колеса у них находится спереди вот вместо одного колеса здесь на разделено есть два колеса это уже более маневренные тачки такими тачками уже можно пользоваться на комнатку небольшом бездорожье может даже настройки где все так подложено хорошо досками выяснил на все дорожки и можно маневрировать но она такая вот средний этап может быть переходный между асфальтом и целиной ну а те ту которую . я купил и той которая пользовался это с одним колесом это самые маневренные тачки ну еще минус тех тачек которых два колеса самое первое что в тачках ломать это конечно же колеса там пробивается или просто резина снашивается и вот в тачках с двумя колесами в два раза больше шанса что она у вас выйдет из строя из-за колеса что кстати произошло вот в первой тачке нас первым делом это порвалась уже покрышка из то что он постоянно она используется везде то есть уже вообще просто разлезлась то резина убираюсь брать тачку чтобы отвезти их совпадом под крышу положить а у тачки колесо здесь нарушена уже изоляция сейчас попробую изоляцию сделать там не есть штука дна специальная болин в колесе дырка образовалась на камеру менять эти письмят покрышки полно жопы и так теперь перейдем к самому интересному одноколесным тачкам это самой маневренной тачки ты можешь разворачивать эту тачку стоя на месте что не получится сделать если у вас два колеса на тачке то на месте будет достаточно проблематично организовать разворот для чего мне надо разворачиваться на месте поскольку допустим когда я завожу раствор вот в дом сюда переезжаю подкладывают эту досточку переезжая и вот здесь мне необходимо поворачивать очень много сюда повернуть до повернуть с двумя колесами которые посредине коры то стоят а первых тачка не пролезет в дверь во вторых тут будет нереально просто развернуть ей ну можно конечно там покорячиться но это будет очень очень проблематично ну и сюда и принципе то проедет и тачка у которых два колеса спереди стоят рядом но тем не менее я все же взял с одним колесом поскольку по одно колесо сянова вас поломается пробьется то вы поменяли одно лишь колесо и свою тачка поехала не на все уже более маневренная чтобы возить под таким всяким тропинкам чтобы здесь выводить из дров где-то тачкой маневрировать но все же выигрывает среди остальных потом дальше что есть еще в тачках с одним колесом очень важный момент это вот этот вот упор вот чем он полезен когда вы ведете к этот груз тачки и нужно ему выкинуть допустим я везу дрова их нужно опрокинуть и выкинуть там вас на землю я тачку когда-то поднимаю вверх и она переходит на упор и все никуда она не поедет я спокойно выворачиваю весь материал который в тачке тачка все до сих пор стоит на упоре то обратно ставлю в исходное положение и поехала дальше куда угодно если этого упора нету как это было в первой нашей тачке садовой то тачка с колесом начинает ехать на вас ну может он прижать ногу или просто блин вымазать штаны или вообще блин начинает хаотично куда-то ехать на себя но я эту проблему решал конечно стопорил ногой колесо и более менее адекватно было ну и добывать там нога соскочит вправо там тачки все не туда кому все вывалится завалится ну короче что хочу сказать что такой упор the must have очень круто и обязательно покупайте тачку именно с таким упором второе что очень важная в тачках это упор воде спереди когда вы везете тачку на вот так вот мы поднимаем вот и вся нагрузка в тачке переходит фактически вот на эту вот часть вот на эту часть если здесь нет усиления то корыто начинает проламываться здесь даже у нас есть уже трещина где-то ну короче на колесо продавливала приходилось постоянно выгибать обратно вот здесь вот есть трещина то есть эта часть она прогибается постоянно на нее постоянно идет большая нагрузка ну и когда вы выворачивается всякие там кирпичи или там дрова или просто раствор какой-то опять же нагрузка идет вот на эту часть очень большая вот и что мы имеем когда у нас есть усиление спереди вот такого типа нагрузка распределяется на вот эти трубы этим самым вот эта часть корыто у нас никак не деформируется следующий такой момент ручки как расположены ручки обратите внимание в этой тачке уже трубы идут под самим корытом под самой емкостью вот это очень грамотно сделала в то время когда в этой тачке ручки вот заканчиваются здесь и пошли сразу на упор и то есть такой механизм тоже для чего-то серьезного для перевозки для серьезных грузов там кирпичи и раствор никак не годится вообще никакую во первых такая тачка на постоянно елзи от нос 30 деформируется никаких жесткости никак никакой какой-то серьезной работе не может все речи но тем не менее мы его ей возили еще раз говорю что и достаточно долго возили в чистил этот домик этот домик тот первый домик сергея построен при помощи вот этой одной тачки она герой дать не было достаточно много неудобств она во-первых когда большой груз и ты везешь ее то начинать изгибаться то есть во время поворотов она просто вот изгибаясь валилась нам вот когда мы имеем ребра жесткости вот под этой всей конструкции ручки они не держатся за корыто и не возникает вот этого сломающего эффекта ну еще это плюс тем что все же вот с такими ручками когда ручки идут под сама корыто нагрузка немножко по-другому распределяется и гораздо будет легче возить именно в такой тачке еще большие грузы чем в такой переверну эту тачку вверх ногами и вот эту переверну вот видите да как здесь все выгнуто вот эта пластина она фактически и держала весь вес вот видно как она все ее обогнуло и появились дырки именно в этих местах вот на изгибе где больше всего происходило нагрузки ну во первых вот постоянно деформацию от этого места поскольку здесь ничего не усиленно а вот голая хрень как она прогнута вот видно да что в этой тачке мы видим опять же вот это вот самая крутая труба которая будет воспринимать вес от тачки плюс вот здесь перемычка такая ну здесь здесь фактически тоже можно сказать есть перемычка когда мы тачку вставили вот то нагрузка все время шла на вот эту на вот эту часть здесь к нам и тачку будем ставить то нагрузка будет идти вот на эти она будет опираться здесь давить и вон там держать ну здесь еще эти трубки конечно на которых все будет опираться вот приварены и тем самым вот все весь этот каркас будет держать груз который находится в тачке то есть понимаете да какое преимущество вот такой конструкции Эта тачка стоит не намного дороже, чем вот эта Буквально одну четвертую часть Дороже всего лишь А зато сколько мы получаем преимуществ И удобств И вообще, блин, мне кажется, она вечно будет служить Если эта тачка Три года построила два дома То Вот с такими Апгрейдами Ой, я даже не представляю Ну все, господа, спасибо, что смотрели Надеюсь, я кому-то помог В выборе тачки Поскольку, блин, я неделю-неделю в интернете выбирал И между прочим Заказав по интернету, мне вышло Чуть-чуть даже дешевле, чем Если бы я покупал у нас в городе Так что имейте ввиду, может даже будет Проще где-нибудь поискать в интернете И заказать на дом, чтобы ее доставили Чем если вы пойдете в какой-то строительный магазин И посмотрите там продажу этих тач Тем более в интернете можно выбрать Какую угодно, без проблем И вам доставят ее на дом Господа, надеюсь, я сэкономил кому-нибудь время Которое бы его потратили на выбор тачек И направил на путь истинный Всем пока, в общем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok